При этом мы что понимаем? Что мы понимаем сейчас? То, что в данном случае у вас оказывается ситуация какая? Вот у вас есть полтора миллиона рублей, не только на Ланчинское, есть на Бутиково, на Страховское. Вы здесь ни при чем, собственно говоря, как жители. У вас получилось как? Вам деньги дали на муниципальное образование, эти деньги вы утвердили на сходах, на что тратить. Администрация муниципального образования просто не смогла, не смогла, не повертелась, не покрутилась, эти деньги не израсходовала на ваши цели. А могут они пропустить? Вы при этом, собственно говоря, никаких рычагов воздействия на нее пока не имеете. Ну и кроме как проголосовать на следующих выборах, там, за или против, да? У него в первых числах, значит, каждого месяца прием. Мы должны к нему прийти, ну, у кого есть какие-то свои вопросы. Не приезжайте. На самом деле для этого и ездим, встречаемся с людьми, для того, чтобы, как бы, выстроить взаимоотношения, которые действительно, так сказать, помогали бы нам решать проблемы. Вот на аребный бюджет на следующий год 375 миллионов мы из областного бюджета выделяем. У нас 600 проектов. Как 600? Чуть поменьше. Вы выделяете, а куда они идут, Владимир Сергеевич? По-разному, знаете, я скажу, Хочу сказать, хочу сказать, что в подавляющем большинстве, в подавляющем большинстве, деньги тратятся по нужде и делаются нормально. Ну, это значит, там честные управляющие. Ну, слушайте, меняем потихонечку, меняем управляющих. Как-то вот до нас, как-то очередь потихонечку. Почему? Ну, на районном уровне мы же как-то, так сказать, начали менять. Владимир Сергеевич, давайте бы еще полагать. Давайте так, давайте мы, давайте я вам сейчас никаких вот там под камеры обещаний давать не буду, да? Мы сегодня повстречаемся. Мы сейчас сюда заехали, потом куда? В Бутиково и потом на поселок повстречаемся с людьми. И, так сказать, уже по итогам, по всем этим вопросам, я специально, так сказать, проехал, чтобы посмотреть, какая обстановка и что вообще в целом происходит. Владимир Сергеевич, течет на них жижи, все, грязь, они не знают, куда деваться. А деньги остались неиспользованы. Ну, почему не заставили человека освоить эти деньги? А как его заставить? Он же избранный. Как заставить? Он же избранный. Значит, голову ему надо отшибить. Вы, почему? В 92-м году в конце я лично занимался тем вопросом, чтобы соединить и пустить навстречу два автобуса Серпуховских, 28-й, который приходит с Серпухова вот сюда, в Ланшинске, и 101-й, который приходит и разворачивается в Заоксный. Этот вопрос уже был бы решен, и мы бы имели возможность куда-то поехать. А так ведь смотрите, ведь в каком состоянии люди и в чем они, они не имеют возможности ни выехать, ни проехать, ни к чему. Померщики, рейс не сможем затянуть, сами понимаете, потому что у него не будет насыщаемости. Поэтому это вопрос, ну, как бы, если муниципалитет готов датировать, то тогда надо будет это делать. Ну а что, департамент? Рассмотрим, это наше, да, это ваше. Вы готовы, наверное, встретиться, вот, ну, выйти здесь немножко, так сказать, покричать. Мы плеснули. Да, ну вы плеснули. Послушайте, ну на выборы ходить надо? За кого голосовать надо? Нет, ну вот вы смеетесь. Я вот спрошу, кто у вас... Они разочаровали нас. Слушайте, ну, значит, со мной надо связать. Вы были честны в муниципальном образовании с ракурсами. Да, ну мы выборы вам честно обеспечим в сентябре, поэтому не переживайте. Обеспечим честные выборы и в честной борьбе, но нужно подбирать тех людей, которые действительно будут этим заниматься. Понимаете? Я хочу сказать, что зарплата уже не низкая. У главы администрации муниципального образования зарплата под 50 тысяч. Только зарплата. Понимаете? А? Работать, когда вы 50 тысяч выплатите, каждый месяц, и он будет работать. Во-первых, не я плачу, а вы платите. Это во-первых. Из вашего бюджета платите. Да, нет, я просто хочу сказать, что такие деньги, когда у нас средняя зарплата по экономике 23 в области, это две средние зарплаты по экономике. За эти деньги надо и спрашивать. Вот сейчас пойдем и будем спрашивать его, куда и что он делает за эти деньги. Вот как бы там ни было, это местное самоуправление, муниципалитет. Мы все равно с вами должны из своего, что называется, состава подбирать нормального человека, хозяйственника, человека, кто будет заниматься этими всеми вопросами. Вот ждать, что у нас прилетит там волшебник и что-то сейчас все решить, такого не будет. Могу посодействовать только в отстранении от должности вашего. И дальше придем, придем. Надо нормального вам сказать. А другой придет. Надо нормального, и так.